Лазейк в законе, позволяющих недобросовестным застройщикам относительно безнаказанно штамповать многоквартирные самострои под видом ИЖС, теперь стало меньше. Расхожий сочинский термин у законе через суд теперь должен потерять свою актуальность. По крайней мере, в городской администрации очень на это рассчитывают. Ещё совсем недавно для признания права собственности на самовольно возведённое строение было достаточно доказать, что при строительстве соблюдены нормы безопасности, а самопостройка не нарушает права третьих лиц. Этих оснований вполне хватало для того, чтобы самострой в судебном порядке узаконить, чем нарушители активно и пользовались. Но с 1 сентября 2015 года к этим правилам добавляется ещё одно. Возведённое строение должно полностью соответствовать изначально заявленным параметрам и действующим правилам землепользования и застройки. Отклонение недопустимы. Переводясь юридического языка, это означает, что если на участке ИЖС вдруг возникает не индивидуальное жилое строение, например, многоэтажный или многоквартирный жилый дом, то узаконить такую постройку будет в принципе невозможно. То есть суд не имеет права вынести решение о признании права на эту постройку. Соответственно, её нельзя будет ни продать, ни подарить, ни каким-то образом распорядиться. Что касается именно города Сочи, то у нас вводятся дополнительные ограничения на строительство ещё и на федеральном уровне. В том числе по решению президента и правительства Российской Федерации вводится специальная зона, где строительство, если не вдаваться в технические подробности, зданий и сооружений свыше трёх этажей будет практически запрещено. Поэтому мы предупреждаем людей, которые собираются покупать недвижимость, вкладываться в инвестиционные проекты на территории города Сочи. Очень внимательно проверяйте зону, в которой расположен потенциальный объект либо застройки, либо инвестирование. В эту зону войдёт фактически вся прибрежная часть курорта. Любое строительство здесь будет возможным только по согласованию на уровне правительства страны.